здравствуйте 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 друзья меня зовут мирослава донукова и я рада приветствовать вас на нашем с вами любимым рукоделем youtube канале рукоделие тв сегодня мы с вами будем плести вот такие вот интересные сережечки в технике уичельских мотивов очень красиво смотрятся на ушки сейчас я вам вставлю маленькую вставочку как эти сережки выглядят на мне эти сережки выполнены из японского бисера туха 15 размера поэтому они такие деликатные и так симпатично смотрятся они выглядят как будто кружева на ушки но если вы будете плести из чешского бисера десятого размера ваши сережки ни в коем случае не будут выглядеть хуже они будут просто немножко больше по размеру когда-то я вам показывал уже мастер-класс по кулону кулон мы делали вот такой вот расцветки тут немножечко другая техника плетения чем вот тут но тем не менее они очень похожи между собой видите вот так вот они симпатично смотрятся ну и конечно же тут расцветка другая этот кулон мы с вами плели он есть свободном доступе на канале ссылочку оставлю вам под этим видео но это для сравнения чтобы вы понимали насколько больше будут выглядеть ваши сережки если вы будете плести из чешского бисера десятого размера как я уже сказала эти серьги мы с вами выполняем в технике уичольских мотивов у меня есть очень много книг и очень много мастер-классов по уичольским цветам и по украшениям в технике уичоль ссылочку вам оставлю под этим видео опускайте глазки вниз если вам интересно переходите на мой сайт там вы найдете очень много интересной и полезной информации если вы такой же любитель уичольского плетения как и я а сейчас я предлагаю вам посмотреть материал который будет необходим для этой работы и перейти непосредственно к мастер-классу пройдемте так вот тот материал который мы с вами будем использовать в данном мастер-классе для начала нам необходимо определиться с цветом основы в моем случае это черный цвет как я уже сказала в начале мастер-класса это все бисер японский тоха 15 размера это номер 1549f в моем случае этот бисер матовый 1549 это не матовый цвет 1549f это матовый f это обозначение матовости дальше нам необходимо выбрать три оттенка бисера которые вы будете использовать в работе в моем случае это вот такой вот розовый 15764 также фиолетовый это номер 1552 и вот такой вот бежевый это номер 15762 всего бисера нужно будет совершенно немного буквально несколько грамм буквально по два грамма вам будет достаточно для создания сережек сережечки получаются максимально легкие а еще обращаю ваше внимание что данную работу хорошо делать на фаерлайне либо же если вы будете делать на ниточке титан 100 как и я ту ниточку складываем вдвое для того чтобы хорошо держалась форма видео у меня форма держится идеально как бы ее не не держала не поворачивала ничего никуда не падает то есть даже если я попытаюсь и как-то прогнуть ну конечно если сильно попытаюсь она прогнется потому что это все-таки живая работа но вот так вот она прекрасно держит форму также нам необходимо будут швензы в этот раз я использовал вот такие вот симпатичные швензы гвоздики если найду продавца у которого я заказывала или швензы обязательно вам покажу обязательно ссылочку оставлю под этим видео поэтому опускайте глазки и смотрите в инфобокс если не найду такое тоже может быть я их давно заказывал на самом деле поэтому не знаю сейчас они еще есть продажи либо нет но в любом случае любые серьги гвоздики сюда подойдут а также подойдут любые другие швензы это не значит что исключительно там эти швензы гвоздики могут быть и вот такие вот обычные швензы и на этих обычных швензах тоже будет смотреться абсолютно не хуже но мне хотелось чего-то такого более экстравазантного поэтому я для себя выбрала вот такие швензы а теперь друзья давайте приступать непосредственно к самой работе это будет очень интересное и увлекательное путешествие в мир создания сережек пройдемте для начала работы набираем на иголочку 4 фиолетовые бисеринки и подтягиваем их ближе к основанию ниточки после чего проходим иглой через все эти четыре бисеринки так чтобы он с вами получился квадратик обращаю ваше внимание на то что я сложила нитку вдвое для чего это сделала во первую очередь для того чтобы у нас с вами сережка хорошо держала форму а вторым важным моментом почему я так сделала было то что так нитка более крепкая а в данной работе нам нужно именно такая крепкая крепкая нить вот у нас получился квадратик дальше мы завязываем два края нитки на узелок 1 2 3 и 4 почему рекомендую 4 потому что это оптимальное количество когда еще узелочек может спрятаться в нитку но в то же время и он нам будет давать безопасность того что наше упрощение не разойдется в процессе работы дальше набираем одну черную бисеринку и проходим иглой через следующую бисеринку после узелка вот так подтягиваем вот что получается снова набираем одну черную и проходим через следующую фиолетовую опять набираем одну черную и проходим через следующую фиолетовую бисеринку и снова набираем одну черную и проходим через фиолетовую вот она а также проходим через первую черную бисеринку я затягиваю нить когда затягиваю могу пальчиком закрывать работу и это не совсем не совсем видно да но я озвучиваю каждый свой шаг поэтому точно уверена что у вас все получится вот что у нас получается вот такой квадратик друзья сразу обозначу то что нам нужно очень хорошо затягивать нить потому что если мы не затягиваем ниточку украшение к сожалению держать форму не будет дальше набираем две фиолетовые бисеринки одну черную и две фиолетовые вот такой должен получиться набор и проходим иглой через следующую черную бисеринку вот что получается дальше снова набираем две бисеринки фиолетовые одну черную и две фиолетовые проходим через следующую черную так дальше снова две фиолетовые одна черная и две фиолетовые проходим через следующую черную бисеринку вот так черную и две фиолетовые вот они и проходим иглой через черную а также через две фиолетовые бисеринки вот так подтягиваем и крепко-крепко затягиваем это очень важно в данной работе дальше набираем 3 фиолетовые бисеринки и проходим через смотрите покажу сейчас вот эту фиолетовую бисеринку которая идет после черной дальше набираем три черные бисеринки и проходим через вторую фиолетовую с набора по 5 подтягиваем вот что получается дальше 3 фиолетовые проходим через следующую фиолетовую после черной затем 3 черные проходим через вторую с набора по 5 фиолетовую затем 3 бисеринки фиолетовые проходим через вторую точнее первую фиолетовую после черной подтягиваем сразу все ровняем чтобы она сразу все ровненько становилась потому что потом выровнять что-то будет сложно дальше снова набираем три черные проходим через вторую с набора по 5 фиолетовую затем 3 фиолетовые проходим через первую после черной фиолетовую дальше набираем 3 черные проходим через вот эту вторую с набора по 5 фиолетовую а также через две фиолетовые самого первого нашего набора так чтобы ниточка выходила с верхней фиолетовой бисеринки подтянули так вот видите у меня разорвалась ниточка что делать в таком случае смотрите я не буду делать ничего я продолжу плетение как ни в чем не бывало и дальше у меня следующий ряд это с вот этого момента пойдет уже опять с двойной ниткой такое может быть и я не рекомендую над этим именно заморачиваться потому что можно сейчас обрезать добавлять и так дальше но я этого делать не буду это не имеет никакого смысла дальше мы набираем с вами 3 бисеринки набираем 3 бисеринки черные 2 бежевые и одну черные и проходим иглой через среднюю с набора по 3 черную бисеринку дальше набираем одну бисеринку черную 2 бисеринки бежевые и 1 и 3 бисеринки черные 1 черные и проходим через среднюю с набора по 3 бежевые и 1 черная проходим через среднюю с набора по 3 черную бисеринку вот так помним что нужно хорошо затягивать дальше 1 черная 2 бисеринки бежевые и 3 черные проходим иглой через среднюю с набора по 3 бисеринки проходим через среднюю с набора по 3 бисеринку вот что получается дальше набираем 3 бисеринки черные 2 бежевые и 1 черную Проходим иглой через среднюю с набора по 3 черную бисеринку. Подтягиваем. Помним, что мы очень хорошо затягиваем. Дальше. Одна черная, две бежевые и три черные. Проходим через среднюю с набора по 3 фиолетовую. Затем три черные, две бежевые и одна черная. Проходим через среднюю с набора по 3 черную. Дальше. Одна черная, две бежевые и три черные. Проходим иглой через среднюю с набора по 3 фиолетовую, а также через две черные бисеринки, идущие после нее. Подтягиваем. Вот, друзья, что должно получаться. Набираем одну черную, одну розовую и одну черную. И проходим иглой, смотрите, через вот эту первую бежевую бисеринку на этом же лепесточке. Подтянули. Дальше. Одна бисеринка бежевая, одна черная, одна бежевая. Проходим через вторую бежевую на следующем лепестке. Затем одна черная, одна розовая и одна черная. Проходим через вторую бисеринку, после той, из которой выходит ниточка. Подтягиваем. Затем набираем одну черную, одну фиолетовую и одну черную. И проходим через вторую, через третью бисеринку черного цвета. Вот она. Правильно же? Так, сейчас я посмотрю, через какую. Нет, неверно сказала вам, потому что пройти нужно через вторую бисеринку. Вот она. И подтягиваем ниточку. Смотрим, что же у нас такого интересного получается. Дальше набираем одну черную, одну розовую и одну черную. И проходим через бежевую первую. Вот так. Подтянули. Дальше набираем одну бежевую, одну черную и одну бежевую. Проходим через вторую бежевую. Смотрите, друзья. Вот так вот у нас идет по кругу. Мы сначала набирали вот эту вот. Одну черную, одну розовую, одну черную. Дальше вот то, что набрали сейчас. Одну бежевую, одну черную, одну бежевую. Дальше у нас идет вот эта вот. Одна черная, одна розовая, одна черная. Дальше одна черная, одна фиолетовая, одна черная. и затем снова идет повтор продолжаем работу до конца ряда самостоятельно вот друзья дошли мы с вами до конца ряда в последний раз в этом ряду набираем одну черную, одну фиолетовую и одну черную и проходим иглой через черную с которой начинался наш ряд вот она а также проходим через черную и следующую розовую бисеринку подтягиваем все сразу выравниваем вот что у нас получается может немножко идти волну это нормально, в дальнейшем это все выравняется работа с этим рядом завершена приступаем к работе над следующим рядом для этого мы набираем две бисеринки розовые и одну черную и проходим иглой через среднюю с набора по 3 вот эту черную бисеринку вот она вот что получается дальше набираем одну черную и две розовые проходим через среднюю с набора по 3 розовую затем две розовые и одну черную и одну черную проходим через фиолетовую среднюю с набора по 3 подтягиваем дальше одна черная и две розовые проходим через среднюю с набора по 3 розовую вот такой набор сначала вот две розовые и одна черная затем одна черная и две розовые у нас дублируется и повторяется по всему кругу продолжайте работу до конца этого ряда самостоятельно до конца ряда в последний раз в этом ряду набираем одну бисеринку черную и две розовые и проходим иглой через три розовые бисеринки вот и работа с этим рядом завершена приступаем к работе на следующем набираем три розовые бисеринки и проходим через первую розовую затягиваем дальше набираем одну черную, одну бежевую, одну черную, одну бежевую и одну черную бисеринку вот такой должен быть набор и проходим через последнюю розовую вот так затем набираем три розовые проходим через первую розовую подтягиваем вот что получается и так чередуя три розовых и следующий набор одна черная, одна бежевая, одна черная, одна бежевая, одна черная мы продолжаем работу до конца этого ряда следующий снова делаем пошли мы с вами до конца ряда последний раз в этом ряду набираем одну черную, одну бежевую, одну черную, одну бежевую и одну черную и проходим иглой через ту бисеринку с которой начинался ряд вот она у нас розовая а также проходим через две розовые бисеринки идущие после нее и подтягиваем нить я когда подтягиваю, закрываю работу пальцем, чтобы крепче затянуть но, тем не менее, вам все равно потом видно дальше, вот у нас ниточка выходит из центральной розовой бисеринки дальше мы набираем две бисеринки розовые и одну черную проходим через бежевую, первую вот она дальше набираем три бежевые проходим через следующую бежевую бисеринку сзади 1 черная и 2 розовые проходим через среднюю с набора по 3 розовую дальше 2 розовые 1 черная проходим через вторую с набора по 5 бежевую бисеринку вот так смотрите, друзья у нас идет чередование у нас идет 3 бисеринки бежевые дальше 1 черная, 2 розовые затем 2 розовые, 1 черная дальше снова 3 бежевые и снова этот повтор продолжаем так работу до конца этого ряда дошли мы до конца ряда последний раз в этом ряду набираем 1 черную и 2 розовые бисеринки и проходим иглой через вот эту бисеринку розовую с которой ряд начинался у меня бисеринки очень плотно ложатся друг к другу поэтому мне сложновато проходить через них но у вас, надеюсь, не настолько вот так и дальше проходим через последующие две розовые бисеринки вот, друзья, что у нас с вами получается у нас уже, в принципе, хорошенько должна держаться форма если она у вас на этом этапе не держится то, значит, вы плохо затягивали нить и я бы рекомендовала дотянуть потому что это значит, что, скорее всего, форма держаться и не будет я не говорю, что она должна держаться прям без изгиба но она должна реально хорошо держаться если вы держите с одной стороны, да, то она у вас вот чётенько должна держаться конечно, могут быть какие-то мелкие изгибы они выравниваются последними двумя рядами к которым мы сейчас, собственно, и приступаем но уже форма должна быть отчёртливо видна вот она приступаем к работе над следующим рядом набираем одну чёрную, одну фиолетовую и одну чёрную бисеринку и проходим иглой через вот эту среднюю с набора по 3 бежевую бисеринку дальше снова одна чёрная, одна фиолетовая, одна чёрная и проходим через первую розовую бисеринку после чего мы набираем 3 розовые 1, 2, 3 и проходим иглой через вот эту последнюю розовую бисеринку такое чередование 1 чёрная, 1 фиолетовая, 1 чёрная дальше снова 1 чёрная, 1 фиолетовая, 1 чёрная и 3 розовые у нас будет продолжаться по кругу так что продолжайте работу над этим рядом самостоятельно и следующий ряд мы с вами будем делать вместе с вами вот мы с вами дошли до конца ряда последний раз в этом ряду набираем 3 розовые бисеринки и проходим иглой через розовую ту, с которой наш ряд начинался а также через чёрную и идущую после неё фиолетовую бисеринку вот, друзья, смотрите, этот ряд уже хорошо выровнял мою работу вот так вот она выглядит и следующий ряд, он предпоследний он ещё лучше её выровняет и сделает ещё более устойчивой итак, что мы делаем дальше? мы набираем 5 бисерин фиолетового цвета 1, 2, 3, 4, 5 и проходим иглой через следующую фиолетовую вот она затем на этом этапе я поняла, что у меня заканчивается нить поэтому я обрезала один край и вот у меня получилась одинарная ниточка но зато она достаточно длинная итак, набираем дальше 2 бисеринки фиолетовые 1 черную и проходим через среднюю с набора пудри розовую затягиваем дальше 1 черная и 2 фиолетовые проходим через фиолетовую дальше повторяем то же самое мы набираем 5 бисеринок фиолетовых и проходим через вот эту среднюю с набора пудри фиолетовую подтягиваем дальше, друзья, идёт вот тот же повтор 2 фиолетовые, 1 черная затем 1 черная, 2 фиолетовые и 5 фиолетовых и так мы движемся по кругу затем следующий этап завершающий ряд снова делаем пошли мы с вами до конца ряда последний раз в этом ряду я набираю 1 черную и 2 фиолетовые и проходим иглой через вот эту бисеринку с которой ряд начинался затем подтягиваем и, друзья, сейчас очень важный момент будьте внимательны проходим иглой через 2 бисеринки фиолетовые затем пропускаем следующую вот мы её пропускаем не трогаем и через 2 следующие бисеринки проходим иглой затем затягиваем но, когда мы затягиваем поправляем центральную бисеринку и у нас получается угол вот такой вот дальше проходим через фиолетовую и следующие 2 фиолетовые идущие после неё после чего, смотрите в дальнейшем мы будем набирать по 4 бисеринки каждый раз на этом пролёте мы набираем 4 бисеринки но в этот раз мы набираем 3 бисеринки фиолетовые подтягиваем затем берём швензу у меня она вот такая красивенькая проходим иглой под петельку вот эту затем ещё раз проходим иглой через вот это колечко петельку ещё раз проходим иглой через колечко получается петелька из ниточки проходим через петельку иголочкой Затем проходим через кольцо опять, опять петелька и проходим через петельку. После чего проходим иглой через первую фиолетовую бисеринку. Затем набираем две фиолетовые бисеринки и проходим иголочкой через две фиолетовые бисеринки. Вот они. Дальше через вот эту нижнюю фиолетовую, ну не нижнюю, а следующую имею ввиду фиолетовую бисеринку. Тут мы хорошенько подтягиваем, чтобы наша швенза, вот она у нас, стояла хорошенько. От того, как мы хорошо затянем иглой, от этого зависит, как хорошо она будет становиться. Дальше снова проделаем то же, что я вам вот тут показывала. Мы проходим через две бисеринки, только смотрим, чтобы не путалось нить. Пропускаем центральную и через две бисеринки фиолетовые проходим иглой. Затем проходим через следующую фиолетовую и две следующие, идущие после нее. Дальше вот тут мы набираем уже четыре фиолетовые. И так мы с вами будем продолжать до конца ряда. Набираем четыре фиолетовые и проходим опять же через две. Вот так. До конца этого ряда мы так продолжаем работу. Затем заделываем ниточку, и на этом работа над нашей сережкой будет завершена. Продолжайте работу до конца ряда самостоятельно. Вот такая красота у нас с вами, друзья, получилась благодаря этому мастер-классу. Очень хорошо сережки держат форму, как вы можете видеть, ничего нигде не проваливается. Очень интересно смотрятся вот эти швензы. Если я найду продавца, у которого я их покупала, я вам обязательно оставлю под этим видео. Поэтому не забывайте заглядывать в инфобокс. Там всегда очень много интересной и полезной информации. Также напоминаю, что у меня есть множество книг, а также множество мастер-классов по уйчоевским цветам, также по уйчоевским мотивам. Можете переходить по ссылке под этим видео на мой сайт, и там вы точно найдете для себя то, что вам понравится. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной, кто досмотрел это видео до конца. Буду рада видеть результаты вашего творчества в наших сообществах в социальных сетях. И до встречи на мастер-классах. Пока-пока!